Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня говорим про Шиба-Ину, которая выросла почти на 50% за сутки. При этом остальной крипторынок абсолютно никак не двигается, он либо падает, либо стоит на месте. И только лишь Шиба-Ину уже на 60% почти выросла за 24 часа. Что же происходит? В чем заключается причина? Может быть Илон Маск? Нет. Сегодня я расскажу тебе, почему Шиба-Ину так выросла за последние сутки. Неделю назад появилась петиция о том, чтобы Робин Гуд залистил Шиба-Ину. В прошлый раз, когда Робин Гуд залистил Доги Коин, тот неплохо так подрос. Поэтому неудивительно, что так называемая армия Шиба-Ину желает листинга. Интересно то, что эта петиция набрала 250 тысяч подписей. Цифра поражает сознание, и цель в 300 тысяч подписей уже не кажется такой недостижимой. Безусловно, листинг Шиба-Ину на Робин Гуд может оказаться большим событием для этой монеты, потому что когда Робин Гуд добавил Доги Коин, его цена тоже выросла. Почему мы об этом говорим? Потому что сегодня появилась информация о том, что Робин Гуд изучает Шиба-Ину. В том числе и на предмет того, подходит ли она для листинга на свою торговую площадку. Это и есть основной причиной, почему Шиба-Ину так растет. Слухи о листинге Шиба на Робин Гуд ходили уже давно, но теперь намеков на этот листинг становится еще больше. Так, например, Робин Гуд опубликовал список криптовалют и попросил ответить, какую из этих монет люди покупали в последние три месяца. Криптовалюты, которые интересуют Робин Гуд, это Cardano, XRP, Dash, Ethereum, Dogecoin, Solana, Bitcoin, Litecoin, Teaser и, наконец-таки, Шиба-Ину. Похоже, что слухи могут оказаться правдой, и я думаю, что они действительно добавят Шиба-Ину, и мотивация у них совершенно банальная, финансовая. Давай вспомним их отчет за второй квартал после того, как они залистили DogiCoin. Тогда Робин Гуд сообщил, что это решение значительно увеличило их доходы за второй квартал. DogiCoin – это 62% дохода от торговли криптовалютой для Робин Гуда за второй квартал 2021 года. Когда Робин Гуд залистил DogiCoin, он привлек прежде всего миллениалов, которые в большинстве покупали именно DogiCoin. Не биткоин, не эфириум, а именно DogiCoin. Поэтому, добавят ли они Шиба, зная, что те же миллениалы очень хотят также зайти в нее с помощью приложения Робин Гуд. Думаю, они не смогут отказать себе в таком удовольствии. Конечно, этот опрос, а также эта информация еще не является 100% гарантией того, что они это сделают, что они добавят Шиба-Ину на Робин Гуд. Этот листинг таки будет, как раз таки по финансовым соображениям. Робин Гуд тоже хочет использовать ситуацию и получить свою прибыль, так же, как и в случае с DogiCoin. Итак, вот почему и растет Шиба-Ину. Тот редкий случай, когда Илон Маск не имеет к этому никакого отношения. Теперь я хочу обсудить еще одну важную тему. Стоит ли продавать свои мемные криптовалюты, такие как, например, DogiCoin, и переходить в Шиба-Ину, раз она оказалась не совсем шуточной криптовалютой теперь. Скорее всего, большинство людей, которые смотрят мой канал, не владеют мемными криптовалютами, потому что я не особо в восторге от таких монет, и ты об этом знаешь. Но также я понимаю, что многие люди в этом мире, наоборот, в полнейшем в восторге от них, а значит, эти монеты имеют право на существование. К тому же, Шиба-Ину, как оказалось, даже имеет какие-то способы использования и сервисы, как, например, децентрализованная биржа Шиба-Свап. Кстати, заметь, что за сутки объемы торговли на этой бирже выросли почти в три раза, с 38 миллионов долларов до 100 миллионов долларов, что тоже повлияло на рост цены Шиба-Ину за последние сутки. Очевидно же, Шиба-Ину уже не совсем мемная криптовалюта, как она была изначально. Очевидно же, Шиба-Ину уже не совсем шуточная криптовалюта, какой она была изначально. Она стремится к тому, чтобы стать чем-то полезным. У нее даже есть децентрализованная биржа, как у Эфириума, Бинанса и других. К чему это я? В комментариях я видел вопросы. Стоит ли продавать, например, Доги-Коин за Шиба-Ину? Я бы этого не делал. Я бы держал и Доги-Коин, и Шиба-Ину. Хотя Шиба-Ину и лучше Доги-Коина, ведь Доги-Коин слишком централизован, а у Шиба-Ину есть такие сервисы, как децентрализованная биржа, все-таки диверсификация важна. Многих смущает большое предложение монет Шиба-Ину. Один квадролеон монет общего предложения. Не того, что в обороте, а именно общего, потенциально возможного. Я думаю, что они сделали так, чтобы привлечь как можно больше людей своей невероятно низкой стоимостью. Но интересно вот что. На самом деле этот квадролеон монет уже давно как минимум в два раза меньше. Почему? Потому что половину предложения получил Виталик Бутерин, о чем мы уже говорили. Затем Виталик уничтожил 90% полученного предложения Шиба-Ину, отправив их на несуществующий адрес. А остальные 10% пожертвовал на благотворительность. Поэтому общее предложение Шиба-Ину как минимум уменьшилось на то число, которое сжег Виталик Бутерин. А это половина предложения. Половина предложения Шиба-Ину просто-напросто исчезла навсегда из-за Виталика Бутерина. Еще одна разница между Шиба-Иной и Доги-Коином заключается в том, что Доги-Коин это очень централизованная криптовалюта. Посмотри на список самых богатых кошельков Доги-Коина. Мы видим, что единственный кошелек Доги-Коина владеет почти 1 третью всех Доги-Коинов. Это невероятная централизация. Почти 30% Доги-Коинов принадлежат одному кошельку. Кроме этого, есть еще хорошая новость в том, что 10 дней назад Шиба-Ину выступила с объявлением, в котором представила новый механизм сжигания предложения. Виталик Бутерин уже сжег почти половину предложения, а теперь Шиба-Ину сама думает, как сделать себя еще более дефляционной. Они даже думают над таким способом, как переименование своих NFT. Если ты захочешь поменять название своего NFT, это приведет к сжиганию какого-то количества Шиба-Ину. Интересный способ, не так ли? Также они думают, как реализовать сжигание Шиба-Ину при обычных транзакциях, точно так же, как это сейчас происходит с Эфириумом. Конечно, сжигание монет сделало Эфириум дефляционным активом. И когда Шиба-Ину полностью реализует механизм сжигания своих монет, она тоже станет дефляционной, как Эфир. И последний вопрос я задам уже тебе, и надеюсь, ты напишешь ответ в комментариях. После всего этого, ты до сих пор думаешь, что Шиба-Ину является мемной криптовалютой? Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»